90% людей их очень легко обмануть, даже может 95%. Я проиграл много денег, потому что надо было покупать сигары, коньяк и кушать. Я аж тоже не монстр какой-то, и я был крайне удивлен, когда это выяснилось. Всем привет, Франч Тиви на связи, меня зовут Роман Кирилович, и сегодня я буду общаться с Петром Чернышевым, бывшим учителем математики, который стал топ-менеджером. Его последний пост – президент украинского сотового оператора «Киевстар». И мне стало очень интересно, как учитель математики из семьи преподавателей стал одним из лучших топ-менеджеров Украины. Это звание ему присуждали не один раз. Возможно, делал как раз в этой самой математике. Поэтому сегодня многое будем говорить о математике, о ее применимости в бизнесе, об играх. В общем, будет очень необычное интервью. Впрочем, как всегда, на Франч Тиви. Прежде чем начнем, я хотел напомнить, что я и наша команда 12-14 марта будут работать на выставке «Франчайзинг в Киеве». Поэтому, если у вас есть вопросы по созданию франшизы, продаже франшизы, по масштабированию своего бизнеса, по Ютубу даже, то приходите, пообщаемся. Я обещаю, что все эти три дня будут полностью в вашем распоряжении. Я обычно не консультирую по этим вопросам, потому что просто физически нет возможности. Но в эти три дня отвечу на все вопросы. И чтобы нам синхронизироваться по времени и все-таки встретиться, я мог ответить на все ваши вопросы, заполните, пожалуйста, небольшую форму, которую я оставлю в описании. Там же есть вся информация о выставке, где, когда, что, как. Вход, кстати, бесплатный. Успеете забрать свой электронный билет. Приезжайте, заполняйте форму. И буду рад помочь и быть вам полезным. Ну что, давайте смотреть уже интервью наконец-то. Приятного! Петр, вы же не просто математик, вы преподаватель математики. Поэтому я надеюсь, вы с нисхождением отнесетесь не только к моим умным, но и к глупым вопросам. У меня и тех, и других в избытке будут, мне кажется, сегодня. А у меня лозунг очень простой. Самый глупый вопрос – это тот, который незаданный. Поэтому не стесняйтесь. Постараемся. Задать у меня их много сегодня. Начнем с более таких простых вопросов. Это вообще, зачем современному человеку, который окружен гаджетами, математикам? Это действительно правда, что практически все люди во многих странах, не во всех, но почти во всех странах, могут свободно окружить себя гаджетами за очень разумные деньги. Но при этом расслоение общества все равно продолжает быть даже еще хуже, чем оно было раньше. Что значит расслоение по доходам, я имею в виду? Мы знаем, что во многих странах 1-2-3% населения владеют 40-50-60% всех национальных богатств. То есть это означает, что гаджеты есть у всех, а деньги почему-то не у всех. И я считаю, что зарабатывают деньги люди, которые, во-первых, очень хорошо знают английский язык, потому что во многих странах, где английский язык не родной, это невероятно важно. Во-вторых, люди, которые умеют логически мыслить, потому что это тоже важно, их трудно обмануть. И в-третьих, люди, которые умеют публично выступать. Потому что если ты умеешь публично выступать, неважно, публика это тысяча человек или десять человек, все равно это публичное выступление, значит ты умеешь свою идею продать людям. Идея может быть любая, это не обязательно товар или услуга. Идея это просто какой-то интересный проект, инвестиция, что угодно. Вот эти три свойства. И когда мы говорим о втором качестве логика, то лучше всего стать логичным человеком, это изучать правильные науки. Был такой очень известный советский академик Лев Ландау. Он говорил, что науки делятся на естественные, неестественные и противоестественные. Это было его очень известное высказывание. И я вот пришел из естественных наук. И математика, если ее хорошо изучать, очень сильно помогает в логике человека. То есть, поскольку математика это фактически квинтэссенция логики. А современному человеку, который имеет другое образование, сейчас возможно выработать у тебя эти навыки логики? Есть какой-то курс математики, который в 30 лет? Во-первых, курсов очень много. И есть даже краш-курсы. Я всегда советую самое большое и бесплатное собрание всех курсов. Называется HAN Academy, если слышали. HAN, это фамилия человека, имя не помню. Это очень известный американский человек, который ушел из крупного инвестиционного банка довольно давно, лет 15 назад. Потому что он решил в мир нести счастье. Счастье в его представлении, это образование для людей. И он начал сначала сам начитку видеолекций, как раз по математике. А потом это превратилось уже и математика, и физика, и химия, и история. А потом Билл Гейтс сюда вложил много десятков миллионов долларов, чтобы развить это. И это до сих пор продолжает оставаться бесплатным, самым популярным и переведенным уже на многие языки. У вас большой опыт управленца. Мы об этом еще немножко позже поговорим. Были когда-то мысли, что решение, которое я принял сегодня, или инновация какая-то, или еще технологическая какая-то штука, или просто какая-то мысль, которая у вас появилась, она появилась только благодаря тому, что вы хорошо знакомы с математикой? С логикой, но не с математикой. Потому что если вы уделяете много внимания изучению математики, теорем, решения задач, каких-то примеров, то у вас в голове возникает правильное логическое устройство. А когда оно у вас возникает, то мне кажется, вам гораздо легче управлять бизнесом. Потому что бизнесы, за редким исключением, они тоже подчинены какой-то логике. Маркетинг – это логика, финансы – это логика, производство тем более – это логика. И когда разные подчиненные начинают много кричать, говорить, и вы чувствуете сразу, что, наверное, там проблемы с логикой, а у вас-то нет проблем с логикой, тогда вам гораздо легче, чем мим. А как вам кажется, компьютерные игры или, не знаю, там, игры в карты – это можно развивать логику? Я считаю, что компьютерные игры до определенного полезны предела. Но давайте так, в мире нету совсем вредных вещей. Вот вино полезно до определенного предела, пиво полезно, даже, говорят, крепкие напитки полезны. Но ведь наступает предел. Точно то же самое с играми. Когда ты играешь в какую-то игру на смартфоне, там, не знаю, 10 минут в день, наверное, это полезно. Когда ты играешь в Fortnite, и ты не спишь, и не ешь, и только играешь в Fortnite, то, наверное, это не очень полезно. Вы играете в Fortnite? Нет, я не играю в Fortnite, но я думаю об этом, что это неплохая идея, можно было бы и поиграть. Потому что я читал про создателя игры, про их бизнес, мне очень понравилось. И что я интересное прочитал недавно, что вот, как бы, считается, считалось до недавнего времени, что рынок мессенджеров уже давно занят и поделен. Ну, вот есть Facebook мессенджер, есть WhatsApp, есть Telegram, и, как бы, считалось, ну, какой еще может быть мессенджер, когда такие монстры уже. А вот Fortnite оказывается конкурент, потому что те же люди, которые играют, они же там и мессенджерами переписывают. Их уже настолько много, и у них свое комьюнити, им не надо никакого Facebook мессенджера, например. И вот это теперь возникает как бизнес-мессенджер у Fortnite. Сумеет он его развить или нет? Интересно. Ну, я читал, что их уже 140 миллионов человек, которые постоянно играют в Fortnite. Это довольно много людей. А карты? Вы играете в карты? Да, я... Покер, например, развивает мышление? В покер я профессионально не играю. Ну, я вообще плохо играю в покер. Я играю в преферанс. В преферанс я когда-то играл, очень прилично играл. Вот когда у нас были военные сборы после университета, и мы поехали, ну, вот глупостью этой заниматься, там, бегать, из автомата стрелять и так далее, мы в основном с офицерами играли в преферанс. Я проиграл много денег, потому что офицеры советской армии от безделья, как оказалось, очень хорошо освоили преферанс. Ну, это бизнес, получается, у них был свой. Ну, наверное, да. Но мы же были студенты математики, мы-то думали, что мы крутые, и в преферанс победим капитанов и майоров. Оказалось, все наоборот. Вот это, кстати, насчет, где там логика, а где там вижн. Ну, то есть, где умение понимать и расшифровывать своего соперника. А они производили впечатление умных людей? Нет, они не производили впечатление умных людей, но в преферанс они нас здорово выиграли. И причем не один раз. А воспитание детей, математика, логика, окей, как помогает вам? Ну, воспитание детей, это вообще, конечно, не очень логичная вещь. Да. Но логика очень помогает, потому что ребенок, он знает, что если ты ему говоришь, ну, смотри, вот это же логика, он знает, что с логикой трудно спорить, с логикой надо спорить тоже логично. Если ты такого ребенка воспитал, что он, когда ему что-то не удается от тебя получить, он не впадает в истерику и не падает на пол и катается, есть же и такие дети. Да. А он пытается тебя переспорить с точки зрения логики. Я считаю, это большая заслуга твоя, как родителя. Вот у нас все три ребенка, они именно такие. Когда мы с ним о чем-то спорим, с ними, с тремя, ну, по отдельности, конечно, то они всегда пытаются найти логический подход, чтобы переубедить родителей. Смотрите, у нас есть такая рубрика, цитаты, да, то есть у нас есть два антипода. У нас, в данном случае, у нас есть математик и есть двоечник, ну, известный двоечник. То есть человек, который добился результата в жизни, в какой-то сфере, но он в школе плохо учился. Такие тоже бывают. Да, такие бывают. Кстати, очень просто было найти, очень много известных людей, двоечников, как оказалось. Я прочитаю вот цитату, а вы попробуйте угадать, это математик или это двоечник. Давайте. Первая цитата. Дважды в сутки сломанные часы тоже верны, это не прогресс, а слепая удача. Я не знаю, кто это сказал. Не, не, никто, а это сказал математика. Я понимаю, давайте ставим ставку, что это сказал какой-то логический человек, пусть будет математик. Математик, это сказал Алан Тюринг. Да, но это очень известный математик, к сожалению, с очень трагической жизненной судьбой. Но он, мне кажется, сделал много полезного для этого мира. Он сделал очень много полезного. Но, к сожалению, у него была такая жизнь, которую в то время мир не понимал. И поэтому жизнь его была глубоко несчастлива, именно личная жизнь. Я просто для зрителей порекомендую посмотреть «Игру в имитацию». Это фильм, который рассказывает об истории жизни. Кембербэтч, собственно, играет Алана Тюринга. В том числе он помог расшифровать код анима. Да, это известная, но это попсовая такая вещь, который он помог расшифровать. А я вот закину зрителям другую интересную информацию про Тюринга. Почитайте про него, потому что одна из гипотез, почему у компании Apple яблоко, ну, вот логотип компании Apple не просто яблоко, а надкушенное яблоко. Все же знают, что оно надкушенное. Конечно. Это как раз связано с историей смерти Тюринга. Да. Необычно же? Да. Вот пусть гуглят. Хорошо, пусть иду гуглят. И он, конечно же, является автором, собственно, своего теста, да? Который, как правильно сказать, то есть он определяет, машина отвечает на вопросы или человек. Да, есть такая тема. Подождите, если не ошибаюсь, пока еще не было, да, прецедента, что машина обманула человека или было же? Вот я не знаю. Опять же, какая машина и какого человека? Подождите, есть 90% людей, их очень легко обмануть. Мы знаем, как ими манипулируют на выборах, как ими манипулируют, когда они деньги отдают на очень подозрительные финансовые схемы. 90% людей, даже может 95%. Поэтому люди так сильно расслоены по богатствам. Потому что многих людей очень просто обмануть. Они не понимают, как возникают деньги, состояние. А очень маленькая доля людей очень хорошо это понимает. Поэтому их труднее значительно обмануть. Но, наверное, тоже можно. Так, следующая цитата. «Умный человек не делает сам все ошибки, он дает шанс и другим». Я же логический человек. Я думаю, что вы сначала хотели математику, а потом двоечника. Поэтому я говорю, пусть это будет двоечник. Не, ну в принципе имеет право такой подход. Да, это действительно двоечник, но очень известный. Это, собственно, как правильно сказать, человек, который жил в одну эпоху с Алланом Тюрингом, Черчилль. Да. Который был с другой немножко стороны в политике. Как к его персоне относитесь? Я очень люблю его персону. Я очень много про него читал. И знаю много его цитат. Потому что Черчилль, я считаю, это один из самых ярких людей, которые были в 20 веке. И его жизнь была очень яркая. И он очень много сделал. И то, что он делал, мне как раз очень нравится. Вот эта его борьба с отелитаризмом, которая прошла через всю его жизнь. И стремление улучшить жизнь Британии, его родной страны, тоже очень мне это нравится. То есть Черчилль это вот мой герой. У меня постоянно, когда встречается именно Черчилль, вспоминается его постоянные пьянки. И то, что он в целом вел такой антизож, то, что сейчас называется жизнь. Но при этом дожил, по-моему, до 90 лет. Я читал, когда он еще не был премьер-министром, а вот был просто депутатом. У него были очень большие финансовые затруднения. Что вообще довольно сложно представить. Он, в общем, из известной семьи. Но вот так получилось, что он не унаследовал богатство. И у него много писем там сохранилось. Он писал издателям, газетам и журналам. Они с него требовали писать статьи какие-то. Тогда это не называлось блоги. Но мы понимаем, что типа блоги. И он говорил, мне так не хочется вам писать. Но я все равно вам напишу, потому что иначе у меня не хватит денег заплатить за сигары. А поскольку он их потреблял очень много, он заказывал прямо ящиками сигары. Грубо говоря, человек написал много умных вещей, потому что надо было покупать сигары, коньяк и кушать. Вот. Соответственно, я очень рад, что он так много курил и так много пил коньяка. Мы вот видим много интересных вещей, написанных им. С цитатами, ладно, много еще цитат, но чтобы не терять время, давайте дальше. У нас просто есть еще вопросы от зрителей, помимо моих. Ну, давайте, так как они связаны с математикой, зададим его к сейчас. Вот. Совсем стыдные такие. Я попросил задать максимально, вот глупые. Вопрос, который интересует обычных людей, связанный с математикой. Вот Альберт спрашивает, почему нельзя делить на ноль? Вот простое объяснение этому есть какое-то. То есть мы все знаем, что нельзя. Почему? Потому что деление на ноль, результат не определен. Вот его нету в теории натуральных чисел. Вообще не определен этот результат. Соответственно, ну вот и нельзя. Я не помню, что значит нельзя. То есть на него делить можно, но результата нет. Он не определенный результат. То есть нету ни одного числа, который есть в результате деления на ноль. Это не то, что нельзя делить, а то, что вы пытаетесь что-то там, не знаю, 5 разделить на ноль. Результат неизвестен. Он не определен в теории чисел. Точка. В жизни то есть может быть, что результат точно непонятен, но можно делить. Но я имею ввиду что-то делать, но при этом ты точно не уверен в том, что... Ну это в общем свойство всей человеческой жизни и точно так же бизнес жизни. Что ты что-то делаешь и результат тебе не понятен. Но он будет результат, а в отличие от деления на ноль, где результата не будет. То есть результат плохой или хороший, он возникнет в результате всех твоих действий. А вот на ноль, еще раз, в теории чисел не определен этот результат. Окей, надеюсь Альбер после этого перестанет задавать этот вопрос. Вера Романдаш спрашивает, где в жизни мне, да и вообще любому человеку обычному, могли бы пригодиться синусы и косинусы? Синусы и косинусы вот так прямо в жизни сложно представить, если вы не занимаетесь физикой, химией, инжинирингом, чего-то конструируете, где конечно это надо. В обычной жизни нет, но понимание геометрии, а синусы и косинусы оттуда же возникли. И понимание, как устроены вокруг тебя круги, квадраты, прямоугольники, углы, это очень сильно выстраивает мозг в правильном направлении. Так что синусы и косинусы вряд ли обычному человеку надо, а вот то, что он изучал для того, чтобы понять, как синусы и косинусы действуют, вот это да, это надо. Например, при ремонте в квартире, да? Ну, вряд ли. Вот не говорите о больном, я сейчас заканчиваю ремонт в квартире, это вот вы мне напомнили, это извините. А что там происходит такое? Ну как, что такое ремонт в квартире? Человеческий фактор. Ремонт в квартире, это когда тебе говорят, что это будет стоить x, а потом это стоит 2x, говорят, что закончат вот к этой дате, а потом заканчивают плюс сколько-то месяцев. И при этом, если талантливый прораб, а у меня очень талантливый прораб, он хорошо говорить умеет, то как-то он всегда прав. Вот он всегда так это здорово объясняет, что ты понимаешь, что твоя логика против его логики, когда это касается ремонта. Но он следовал вашим советам, у него есть навык публичных выступлений и логики, видимо. У него есть навык общения с такими хозяевами квартир, как я, которым надо рассказывать, как долго делать плентуса, чтобы они были очень качественными. Павел Туркот спрашивает, когда 2 плюс 2 равно 5? Понятно, что философский вопрос, но изначально там тоже не вспомню источник, но самое частое упоминание этой формулы, этой нелогичности, это роман 1984, Антиутопия. Да, 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 согласен. Где система тебе говорила, что 2 плюс 2 равно 5, и ты должен был в это верить. Ну, вот, наверное, вы же правильно подсказали мне ответ, что очень нелогичные результаты получаются, если ты живешь при тоталитаризме. Мы сами вышли из этой системы, из Советского Союза, мы видели вокруг нас китайская система, много других. Кстати, это изначально, как раз, вот, пардон, что перебиваю, это основано было на советской пятилетке, типа пятилетка за 4 года, вот почему. Ну, это, наверное, не 2 плюс 2 относится, пятилетка за 4 года, это такой тупой советский лозунг, как и много других тупых советских лозунгов. Но, когда ты живешь при тоталитаризме, то тебе надо либо принимать действительность и пропаганду этой действительности, вот, и соглашаться с ней. Или можно было эту систему не принимать с ее извращенной логикой, и тогда выступать контрсистемно. И были и такие люди, и они многие очень плохо закончили, как мы тоже знаем. Соответственно, вот, тоталитаризм, это, я считаю, самое плохое, то, что есть в мире. Вообще, хуже даже трудности я что-то представить. А в компании? То есть, когда идет строгая иерархия, когда ты начальник, я начальник, ты дурак. То есть, вот, это не тоталитаризм, это идиотизм, потому что в компании, если ты хочешь настроить компанию так, что я начальник, ты дурак, ты вообще не понимаешь, как сейчас устроен мир. Потому что раньше, ну, 100 лет назад, наверное, так можно было. Почему? Потому что мир был очень простой, и людям принимать решения надо было, может быть, один раз в год серьезное решение. Потому что, вот, ты начинал что-то продавать, и этот продукт был на рынке много-много лет подряд. И там раз в год, в два, в три, может быть, там меняли какую-то одну маленькую часть этого продукта. Или там находили нового дистрибьютора. Теперь, когда мир стал настолько быстрым, решения принимать надо очень-очень быстро. Причем, на каждом уровне в компании надо принимать какие-то, а в основном, маленькие решения. И если ты построил систему, я начальник, ты дурак, то никто не хочет принимать никаких маленьких решений. Даже если надо что-то решить совсем крошечно, они спрашивают, а что делать? А поскольку мир нелинейный, то таких вопросов возникает очень много. И сразу любой начальник, ну, он не может это охватить, он делает вид, что он управляет компанией, реально он не управляет. Правильный способ управления компанией, сделать людей, как бы, понимающих, что они co-owners этой компании. Понятно, это не значит раздать им акции. Но вовлечь их так, чтобы они понимали, что компания процветания очень сильно зависит от них, а не от компании. И когда ты думаешь, тебе кажется, что ты чем-то совладеешь, то ты гораздо лучше работаешь. Ну, известный же есть пример, кто воюет лучше, наемники или люди, которые защищают свою страну. Ну, понятно, что те люди, которые защищают свою страну, и масса есть примеров, когда маленькие армии побеждали большие, потому что у них была цель за что-то воевать. Точно так же в бизнесе. Компании, которые возникают неоткуда, побеждают огромные компании. Это масса таких примеров есть. И вот компании, которые возникли неоткуда, если люди у них себя чувствуют ко-собственниками вот этих компаний, вот этих процессов, они намного-намного сильнее. Такое абсолютно невозможно сделать, если ты людям сигнализируешь, что они дураки. Давайте поговорим о вашем управленческом опыте. Вы 22 года работали на руководящих позициях в разных компаниях. Я не мог 22 на руководящих работать. Хорошо, в 22 года, в принципе, работали, и большую часть из этого топ-менеджером. Давайте. Ну, сначала нулевые. А нет, вообще, да, 22 на руководящихся финансовый директор. Да, согласен. Окей, сначала у вас там было что-то связано с электроникой, потом у вас было... Электроинжиниринг. Электроинжиниринг, потом пиво. Да. Потом телеком. Да. Вот когда вы переходили в новую нишу, как это для топ-менеджера, то есть насколько сложно переключаться? Что вы делали, вот не знаю, в первый день? С людьми надо беседовать. Самое главное, ты общаешься с людьми. И ты видишь сразу, какие люди хотят искренне, чтобы тебе, чтобы у тебя получилось, хотят тебе помочь. А какие люди пытаются только, ну, как бы... Мешать. Мешать, смеяться. Как вы это выясняли? Ну, я же много лет, вы сказали, 22 года руковожу компанией, значит, общаюсь с людьми. Так. Есть какой-то опыт общения с людьми, и ты начинаешь с ними общаться. Как правило, нормальные люди, они все хотят помочь, потому что они понимают закон reciprocity. Ты помог, тебе помогут. И я же тоже не монстр какой-то. Они же видят, что я хочу сделать что-то хорошее компании, а значит, и им. Они же понимают, что если у компании хорошо дела, и, наверное, у них будут хорошо дела. Резюме у них станет хорошее, бонусы у них какие-то будут. И, как правило, люди хотят помочь. И когда они хотят тебе помочь, они рассказывают, что в нашем бизнесе сложно то-то, легко то-то. Но тут главное не слушать только одного, двух или трех людей. Надо слушать и средний менеджмент, и совсем людей, которые внизу, и топ-менеджмент. Потому что многие люди работают на своей позиции, там, не знаю, по 5-10 лет, и они уже считают, что все... Вот они знают все, как есть. А на самом деле нет, потому что я же только сказал, мир меняется, бизнес меняется. Если 10 лет назад телеком-компании считалось, это прямо острие прогресса, то есть это супертехнологические компании. Сейчас это вообще никакое не острие прогресса, сейчас это утилиты, как в один компания, которая воду поставляет. Вот примерно то же самое телеком-компания. Главное, надо слушать людей. И слышать людей тоже очень важно, потому что многие люди делают вид, что они слушают людей. А я на самом деле считаю, что я людей слушаю и делаю много не то, что я хочу, а то, что вот я услышал. Это сильно поменяло то, что я собираюсь делать. Потому что люди, в общем-то, они имеют внутри хорошие позывы, то есть они хотят к лучшему все изменить. В основном люди, за редким исключением. Бывают исключения, бывают и коррупционеры, бывают ленивые люди, бывают глупые люди. Ну вот надо этих людей убирать. И, как правило, когда ты беседуешь со многими людьми, у которых есть конфликты интересов, то тебе все рассказывают же это. Потому что вот у меня один из принципов, сначала кто, потом что. То есть невозможно ничего в компании большого сделать, пока ты не окружил себя людьми, которые смогут это сделать. То есть сначала избавься от тех, кто не готов с тобой идти по этому трудному пути. Набери людей, которые разделяют с тобой подход к бизнесу и к жизни. А потом уже начинай что-то большое менять. Вот так же точно и там, где я управлял, я так же и делал. То есть приход Петра Чернышова в новую компанию ранее всегда означал массовые сокращения, увольнения. Нет, подождите, я же говорю сейчас про топ-менеджмент. Сначала кто, потом что. Ну, среди топ-менеджера, понятно. Среди топ-менеджмента это, конечно, серьезные изменения должны быть. Конечно. Всегда? Всегда. То есть вы всегда приходили или со своей командой, или меняли тех, кто... По-разному. Иногда я просто изнутри компании кого-то продвигал, кого я видел. Ну, как было хорошо. Давайте последний ваш пост, это Киевстар. Там было много увольнений в начале? Среди менеджмента, да, много было, конечно. Насколько это был сложный процесс для самой компании? То есть вот когда приходит новый топ-менеджер, когда вот начинает все работать, вот как? Ну, там было у самой компании, в принципе, осознание, что что-то идет не так. Я сейчас говорю у топ-менеджмента, потому что до обычных людей это очень долго еще не доходило. Потому что компания, вот я пришел, и 4 примерно года до этого компания теряла свои позиции на рынке. И долю, и прибыль, то есть все было очень грустно. И топ-менеджмент, очевидно, это видел. И там не надо никому было объяснять, что что-то вы делаете неправильно. Это было понятно, что что-то они делают неправильно. И они сами, конечно, многое пытались сделать по-другому, но не получалось. Вот теряли, 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 и в какой-то момент акционеры сказали, ну, хватит уже. И давайте вот менять. Поменяли, а ведь вы же знаете, что Киевстар, у него был топ-менеджер с момента основания, вот очень-очень длинное время, один и тот же, да. И это было достаточно неожиданно для компании. И многие считали, что это болезненно, неправильно, но что-то шло не так. И акционеры решили поменять. То есть они сопротивлялись тому, что пришел вообще человек, который у них только не стоял. Ну, во-первых, они считали, что они все очень передовые технологические люди, то есть они тут технологии развиваются. Пришел человек из какой-то очень простой отрасли из пива. А потом выяснилось, что некоторые технологические вещи, которые сделаны в пивной компании, опережают вещи, сделанные в Киевстаре. Ну, например. Ну, например, вот яркий пример дам. Это была очень большая дискуссия, я был крайне удивлен, когда это выяснилось. Вот компания мобильной связи, она тоже же продает некоторые физические вещи, это сим-карты. Ну, вот, вы продаете сим-карты. Каждая сим-карта, она имеет уникальный номер. И, соответственно, если вы продаете сим-карту, скажем, не знаю, в городе Николаев, в каком-то конкретном магазине, то вы должны знать, что вот эта сим-карта продалась там, и у вас сразу понятно, какая сим-карта, где продалась, какие остатки в каком магазине. Потому что это уникальные вещи, каждая сим-карта. Вот у Киевстара такой системы не было, она потом появилась, причем не так давно появилась, когда можно было иметь точную карту, где какие запасы, в какой торговой точке, сколько в день продалось и какие номера сим-карт. А как это влияет на бизнес? Я имею в виду на прибыль, например. Ну, подождите, если вы не знаете, сколько у вас где запасов, то вы точно когда-то не привезете вовремя, сколько у вас сим-карта. Причем, знаете, именно на ежедневной основе, то есть сколько. Причем, сим-карты же, они бывают разных тарифных планов, то есть где-то продалось много этого, где-то много этого. Соответственно, надо правильно снабжать, правильно? А потом еще размеры появились. Потом торговых точек, которые продают сим-карты, если я правильно помню, их 35 тысяч по стране, всяких разных, включая которые вот на улице, люди с рук продают киосков, всего такого. А в пивной компании у нас это было, при том, вы же понимаете, что пивные бутылки не имеют уникального кода. Они как бы имеют... Уж 3-код только, но он... Ну, штрих-код, он единый на бранд, там, не знаю, львовская светлая, вот он на весь этот бранд. Но при этом Карсберг построил такую систему довольно давно уже, ну вот при мне, что на ежедневной основе каждый вечер Карсберг знает, в каком магазине сколько бутылок каждого суп-бранда и по какой цене было продано. То есть вот у пивной компании это было, а у мобильной компании это не было. Грубо говоря, была компания Киевстар до вас. Вы пришли. Она была тоже очень успешная и высокоприбыльная. Да. Когда вы пришли, какими действиями или что? Это было одно решение, это было два решения. Это было ни одно, ни два. Ежедневная работа. Вот смотрите, у меня еще есть такая любимая теория, теория Маховика. Из книги «От хорошего к великому», «Красная книга», мы так и называем «Красная книга». Теория Маховика говорит, что нету ни одного вот такого великого решения, вряд ли такое решение можно вспомнить, которое вот было все плохо, ты принял решение и через неделю все супер хорошо. Теория говорит, что ты ежедневными очень маленькими решениями на разных уровнях компании раскручиваешь вот этот Маховик. А Маховик в нашем представлении такое очень тяжелое устройство, железное, которое очень трудно раскрутить. Но мы знаем, что когда ты его раскрутил, он начинает вращаться очень быстро, правильно? И вот эта теория говорит, что ты должен медленно-медленно его раскручивать, а потом он уже начнет вращаться быстро. Я с этим абсолютно согласен, и мы его раскручивали в случае Киевстара, я думаю, ну минимум полтора года. Вот мы принимали разные решения мелкие, часть из них неправильная, как потом выяснилось. Скорее всего, большинство правильных, ну поскольку в правильную сторону закрутился Маховик. И в какой-то момент мы увидели, что система уже сама работает и сама себя улучшает. А это, ну хорошо, есть ошибочные решения, но все-таки этот всегда талант менеджера, вот какие решения принимает, да, то есть как раскручивать этот Маховик. Условно говоря, можно взять любого человека и сказать, просто много работаем, принимай разные решения, делай что-то. Работа менеджера по определению, это принятие решений. Причем сейчас, поскольку мир такой сложный, принятие решений в неопределенной ситуации. Вот так можно объяснить, что такое работа менеджера. Вот, ему за это и платят деньги, маленькому менеджеру мало, там большому менеджеру, скажем, больше платят. Соответственно, если тебе платят за принятие решений, то акционеры ожидают, что большая часть твоих решений будет правильной. Вот и все. А если этот менеджер из другой сферы, это не имеет значения, да? То есть все решения, они плюс-минус универсальные. Нет, ну еще раз, человек, который варит пиво, если его посадят на позицию строить телекоммуникационные башни, вряд ли он будет там успешный, но это вот такие очень узкие направления. А человек, который развивал продажи в одной компании, наверное, может развивать в другой. То же самое с маркетингом. Вы как-то в интервью говорили, что вы все-таки не во всех нишах видите себя, например, там в той же алкогольной, если я не ошибаюсь, так было? Нет, в сигаретной. В сигаретной, да, да, да. В сигаретной компании, ну я не скажу, потому что, ну что такое сигаретные компании, не будем называть имен, но в сигаретных компаниях, чтобы они политически корректно не говорили нам тут в интервью, главное задание, как людям побольше продать сигарет. Ну, понятно же, да? А что они еще должны делать? Как и пиво, да. Да, так же, как и пиво. И когда тебе говорят, может быть, политически корректно, там, пусть люди делают свободный выбор, ну они же так любят говорить, да, но по сути, ты понимаешь, что твой бонус связан с тем, сколько ты сигарет сможешь продать людям, то я чувствую себя вот от этого некомфортно. Причем они очень обижаются, у меня же много знакомых друзей сигаретной компании, и когда я им говорю, ну слушайте, вы же работаете для того, чтобы людям продать больше таких-то там сигарет с разным названием, они так обижаются от этого, а потом я им говорю, а что вы обижаетесь? Вы что, работаете, чтобы им меньше продать? Тогда вы плохие работники, вас надо выгнать, значит, все-таки больше. И вот у них тоже внутри происходят эти страдания. Вот зачем это страдать? Не надо страдать. То есть пиво менее вредное, чем сигареты? Ну вообще очевидно, конечно, пиво менее вредно. Как говорят, пиво не только вредно, но и полезно. И потом, тоже же происходят сейчас в мире тектонические сдвиги. Вот сейчас в нескольких странах разрешено потребление марихуаны. Причем всем, не только медицинское потребление, как во многих странах. Есть две страны, где полностью разрешено, и, по-моему, 14 американских штатов, где тоже разрешено. В Америке федерально это запрещено, а вот в 14 штатах, например, Калифорния, пожалуйста, иди в магазин специализированный, покупай себе марихуану и потребляй ее как хочешь. Это же раньше было невозможным, казалось, совершенно нереальным, правильно? То есть мир меняется прямо у нас на глазах. В Америке считается, что потребление марихуаны – это намного менее вредно, чем, допустим, сигареты, или даже чем крепкий алкоголь. И масса молодежи именно так считает. И они считают, что потребление марихуаны – это в какой-то мере здоровый образ жизни. Не знаю, как с ними спорить, но так считают. А в каких еще нишах вы себя не видите? И вообще, кстати… Я вообще сейчас себя в офисе не вижу, мне очень комфортно. Я занимаюсь своими инвестициями, у меня много всяких разных инвестиций. Я занимаюсь своим проектом «Контора Пи», вот это обучение старших школьников математики олимпиадной. Плюс мы сейчас замутили новую под часть этого проекта, а именно хотим учителей собрать с разных регионов Украины и их обучить, как им уже математики олимпиадной обучать детей в своих школах. Вот это у нас будет весенние каникулы. Но это же не бизнес, я так понимаю, проект, это больше ваша социальная ответственность. Это не то, что не бизнес, это вообще не бизнес. Это я трачу свои личные деньги на детей, а вот скоро буду еще на учителей. Потому что я считаю, что вот это я отдаю долг, во-первых, своей семье, потому что у меня дед очень известный математик, мама была математиком, бабушка, правда, физик. Но математики с физиком, знаете, очень много анекдотов существует, как они друг про друга думают. Там очень сложные отношения, тяжелые отношения, я бы сказал. Так, смотрите, бабушка физик, дедушка математик. И мама математик, да. А какие были в связи с этим у вас ситуации? В связи с этим все нормально было, но существует очень много анекдотов, как математики плохо высказываются в физиках и наоборот, разумеется. Это как англичане и французы, да? Ну, типа да. Вот. И, соответственно, я отдаю долг своим преподавателям по математике, которые, я считаю, очень много мне дали и с чистым сердцем, без всякого бизнеса, без всяких денег меня учили, причем очень добросовестно учили в свое время и в школе, и в университете. Ну и сам я много чего достиг из-за математики, вот трачу часть денег на то, чтобы украинским детям помочь тоже чего-то достигнуть. Причем очень важно, чтобы они не развивались как математики, только как математики. Сейчас объясню. С математикой ситуация такая, что в школе, даже вот в самом последнем классе школы, мы все равно изучаем математику, которая была сделана максимум 200 лет тому назад. То есть вот все, что мы изучаем, это было 200 лет назад сделано. Все, что после этого сделано, иногда изучают на специальных математических факультетах в университетах, конечно. Но все равно самую последнюю математику, ее практически никто нигде не изучает, потому что это очень сложно. Ей занимаются профессиональные люди, которые ученые математики. Соответственно, это сильно отличается от других наук, потому что когда делается какое-то открытие в биологии, очень часто в школе про него рассказывают. В математике практически это невозможно, потому что это очень сложное открытие. Ну вот только, наверное, самое популярное в последнее время по математике было, это доказательство Перельмана. Когда он сделал это доказательство, это было популярно не потому, что это какая-то проблема по Анкаре, а потому что Перельман так странно себя ведет. От миллиона отказывается. От миллиона отказывается, живет с мамой до сих пор, никому не выходит. Ну, очень интересный человек, это вот такой математический фрик. Их довольно много, математиков, которые очень, я бы сказал, социопатичны. Вот они сосредотачиваются в себе, и им на общество как бы, нельзя сказать, наплевать, но неинтересное им общество. А социальное просто ребят. И вот как раз мой проект, Контора Пи, он именно с этим борется, потому что я таких математиков, когда учился сам в математике, видел довольно много. Когда человек настолько увлечен математикой, что все остальное для него вообще не существует. И я считаю, что это неправильно. Математика это врожденная история? Нет. То есть Перельман, я читал немножко, он в детстве был обычным ребенком, спорт, двор. Любые гении, они всегда, получается, что ты где-то в детстве или в институте встретился с каким-то очень крутым человеком, который тебя зажег в математике, в спорте, в музыке, ну в чем-то. Какой-то очень крутой учитель с большой буквы. Если ты с таким встретился, то у тебя вот карьера резко поменялась. Жизнь, по сути. Жизнь, да, поменялась. А это всегда какой-то посторонний человек, то есть родители не могут быть? Иногда бывают родители, да, всяко бывает. Ну у вас, судя по всему, династия, да, все-таки, толкнула? Нет, у меня, это, кстати, были не родители, родители знали, что это правильно. Ну вот я закончил математический факультет, который основал мой дед, это реальный исторический факт. Вот. Но я его не видел, то есть он умер за несколько месяцев до того, как я родился. То есть вот, к сожалению, он на меня никак не повлиял. Но его там огромнейший портрет везде висел. И от этого мне было стыдно плохо учиться. И преподаватели, ну не все, конечно, многие знали, что это мой дед. И они говорили, ну как, ну вот, надо хорошо учиться. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, что вам понравилось. Конкурса у нас сегодня не будет. Я уверен, что у вас достаточно внутренней мотивации, чтобы поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий. Кстати, хотел поделиться с вами полезной информацией, которая не попала в интервью. Есть такая штука, чтобы вы просто понимали, психология человека работает так, что ему более приятны цифры, которые ему знакомы. Вот, например, цифра 36. Мы еще с детства, со школы помним, что 6 и 6, 36. И когда человек видит эту цифру, она кажется ему какой-то более родной и знакомой, чем, ну скажем, например, 34 или 39. Потому что, ну, 36 и 6 у него уже на подкорке, что называется, головного мозга. Это полезно при формировании цен. Если вы хотите писать что-то, какие-то цифры указывать в своих презентациях, то лучше показать цифру, которая, знаете, такая более комфортная для восприятия человека, легче считывается и так далее. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам математика или все, что с ней связано, помогало в бизнесе и в жизни. Будет очень приятно почитать. Ну вот и все. Еще я, единственная, последняя просьба, я всегда прошу, если вам нравится контент, если вы досмотрели до вот этого момента, до конца, если вам заходит, если вам нравится то, что мы делаем, сделайте нам, пожалуйста, одно большое одолжение. И оно будет приятно, я думаю, для ваших друзей. Поделитесь с ними этой ссылкой, поделитесь цитатой, которая вам запомнилась в этом интервью, что вы вынесли из него. Расскажите, потому что мы делаем классный контент. Мы рассчитываем в основном на продвижение вот таким образом, что называется, сарафанное радио. Поэтому, друзья, нажимайте share в фейсбуке, в ВК, в инстаграме, не знаю, в твиттере. Отмечайте наши странички, ссылки все на них есть в описании этого выпуска. На фейсбуке, если будете делиться, тегайте меня. Мой фейсбук тоже есть там в описании где-то. Если у вас найдется минутка это сделать, буду вам признателен буквально до конца жизни. Ну вот и все. Я надеюсь, что вам было сегодня полезно. Увидимся с вами уже очень скоро. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok